Добрый вечер, как всегда, по будням в это время, в эфире программа «Открытая студия». Как всегда, мы приветствуем вас в прямом эфире в нашей «Открытой студии» в центре Петербурга. Давайте мы сегодня в который раз, но я надеюсь, что каждый наш разговор не без пользы проходит, поговорим о том, что мы покупаем в магазинах. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что, конечно, за последние годы, за последние десятилетия наша жизнь очень изменилась, поменялась к лучшему, потому что магазинов стало больше, они такие стали красивые, большие, товарами просто забиты все полки. Но выясняется, что не всегда, что только мышеловки, не всегда то, что выглядит красиво и хорошо, является таковым на самом деле, потому что наши претензии к магазинам очень велики. И как не попасться на удочку, потому что, несмотря на то, что работают законы о защите прав потребителей, о торговле, масса у нас всяких законов, все равно недобросовестные и производители товаров, и продавцы всегда хотят вообще, вот с какой-то целью, это, наверное, выяснимо буквально через несколько минут, нас, извините, это понятное русское слово, надуть. Продать нам не всегда качественный товар, позлобей или нет, по умыслу или нет, это другой вопрос. Что-то нам ухлевать и накрутить с ценой. В общем, вариантов много. Я предлагаю сегодня посвятить наш двухчасовой эфир разбору полетов. Во-первых, предупредить вас о том, о чем надо помнить, и на что надо обращать внимание в магазине. Мы хотим узнать, какая ответственность есть у тех, кто этим занимается, и почему они этим занимаются. Главное, я хочу сразу предупредить тех, кто нам сегодня будет звонить, у нас, как всегда, включены уже все телефонные линии. В первую очередь, я прошу позвонить тех, кто сам работал или работает в торговле, кто, может быть, еще знает какие-то способы махинации, обмана покупателей. Пожалуйста, расскажите, вы знаете, что у нас достаточно анонимные все-таки телефонные звонки, нас даже не сколько интересует, где вы работали, а сколько нас интересует механизм, потому что, если ты предупрежден, ты уже вооружен. Давайте будем по традиции. Сначала посмотрим сюжет, а потом начнем обсуждать столь злободневную тему. Я хочу передать слово, как всегда, нашему корреспонденту Алексею Кырсунскому. Пожалуйста. Ой, ну просто хлорка. Понимаете, ты пангасишь. Я понимаю. Хлоркой пахнет? Не хлоркой, это запах пангасиса. Они все нашпигованные, это как я водой. Это вот все с курицей, я ничего нет. Вот все. Еще одно веяние времени. Домашняя еда супермаркета. Теперь магазины не только продают, но и готовят. Котлеты, жареную картошку, салаты. Выход из голодного положения для трудоголика. Но часто это лишь имитация домашней кухни. Запахи забиваются специями, значит, вкус также майонезом. Приятно, что в нашем разговоре принимают участие. Также предприниматель, известный предприниматель, первый российский миллионер, как мне зовут, написали редакторы, Герман Львович Стерлигов. Бывший миллионер? Здравствуйте, Герман Львович. Поведенный отравой. И вот эту отраву жрут москвичи, Санкт-Петербургцы и Саратовцы. Сейчас звонил мне Игорь Мальцев, мой старый соратник из Саратова. Он сейчас к депутату там избирается. Как раз по поводу здорового продукта в питании там борется. Я говорю, Игорь, ну как бороться? Он говорит, да хоть как-нибудь уж. А вот такие, как Бабкин, допустим, владелец Россельмаша, человек богатый и умный, он у себя корову завел, а также курочек завел и даже партию дела создал, для того, чтобы туда людей стянуть тех, которые хотят производить нормальные продукты питания в том числе. Поэтому тут каждый кормится как может и спасается как может. Герман Львович, ну я не могу завести корову, понимаете? Правильно, надо переходить в начинку в числу бездельников из городов, переходить на натуральное хозяйство. А как мне понять, Герман Львович, у меня коровы детства. У Галины Ивановны тоже, я думаю, коровы нет. Как мне понять, вот кто из вас не продаст более качественный продукт? Вы или вот Герман Львович? Если у вас коровы нет, вы обречены быть разведенной. Ну, в обманутой в смысле, понимаете? Значит, всем по корове. В магазине, в ресторане. И покажут все госты. Потому что ребята, бизнесмены, они действуют по бумагам и правильно делают. Они поставлены в такие условия. И госты предусмотрены как раз вот та планка, которая по моим меркам отрава. А по вашей планке это хороший товар. Так, а я этим гостам даже собаку не накормлю свою. Потому что мне жалко скотину. Это жестокое обращение с животными. Кормить этим молоком или кефиром скотину на дворе. Вы знаете, можно я в клинике... Давайте короткие комментарии на рекламу пойдем, пожалуйста. Короткие, да, пафосную речь. Вы знаете, на самом деле в этом есть что-то действительно правильное. Но на самом деле вопрос ведь даже не России. Если мы говорим о любой другой стране, если будут те же Соединенные Штаты, на которые мы равняемся. То есть есть более дешевые магазины, где куча геномодифицированных продуктов. Есть более дорогие магазины, где хороший продукт. Но все равно это не натуральное хозяйство. Но все не могут заниматься коровами. Вопрос в том, насколько мы нормальные продукты можем довести хотя бы на нормальную качество, чтобы люди не травились. Я протестую. Благодаряющее большинство людей могут и должны заниматься своим хозяйством. А не дурака валять в мегаполисах мира. Это, конечно, не проблема России. Это проблема всех мегаполисов. И это начинают понимать от Соединенных Штатов до Китая. И думаю, что начали понимать и у нас. И Собянин сейчас заговорил о сокращении численности населения Москвы. Дай бог ему здоровья. Правда, почему-то за счет пенсионеров. Надо молодых, здоровых людей выталкивать из городов. Выталкивать. Они сами не захотят. Надо канализацию вырубать. Надо, чтобы перебои с электричеством были. И тогда сами поедут. Что они где-то... Подождите, подождите. Герман Львович... Ну что, что мы тогда где-то строим? Давайте я... А так пока сами захотят работать, мы столько не проживем. Герман Львович, вы затоили серьезную... Обредились за несколько подарков. Герман Львович, рекламную паузу объявлю. Хотя я хочу на почту для того, люди и дожили до капитализма, чтобы я занимал своим делом, вы своим, а продавцы давали нам качественные товары. А иначе зачем нам это вообще миллионы безденегов тогда получается? Хорошо, но если большинство людей не хотят заниматься производством продуктов питания, чем их кормить-то? Только тем, что произведено на заводах с использованием современных достижений наук и технике. Давайте вернемся на такую категорию, как честный... И так далее. То есть о траве. Про совесть поговорим через несколько минут. Возвращаемся в эфир. Программа «Открытая студия». Вот у меня есть одно сообщение из Калуги с двумя вопросами господину Стерлигову и господину Потапенко. Если можно, ответите коротко, чтобы нам этот ответ не раздул новый какой-то пожар в студии. Итак, спрашивайте. Спросите, пожалуйста. Во-первых, господин Стерлигович, чем он кормит своих коровок и козочек? Комбикормом или сеном, собственно, ручно скошенным? И вопрос к Потапенко. Что будете вы делать, если в магазин пришла партия явно прокисшего молока, а по бумагам все тип-топ, то есть в эту партию, получается, все равно будете продавать? Сначала господин Стерлиговый ответ. Пожалуйста, Герман Львович. Драгоценный мой. Комбикормами кормят только враги своих детей, свою скотину. Потому что во всех комбикормах содержатся инсулиновые добавки как минимум, а гормональные добавки как максимум. А сейчас еще есть генномодифицированные еще комбикорма различные. И поэтому комбикорма, как бы вас не заверяли, что они настоящие, нельзя ни в коем случае нигде брать, только делать самим. То есть покупаешь молотилку, берешь зерно у того человека, который так же, как ты, относится к продуктам питания, ему взамен зерна, допустим, даешь мясо и кормишь свою скотину тем комбикорм, который делаешь сам на своей молотилке. Мы вот поступаем всегда только так. А если бы вы продавали свой продукт или продаете, это, наверное, ведет к удорожанию проекта, как говорят? Конечно, конечно. Любая настоящая продукция, она по себестоимости раз в пять дороже, чем та, которая выращена с помощью уколов гормональных всяких, химии там, ну и всяких средств для того, чтобы побыстрее росла овца или корова. Или чтобы побольше и постабильнее молоко давала. Поэтому, если молоко дешевое, оно не может быть настоящим. Это исключено. Настоящее оно только тогда уже надежда есть, если оно очень дорогое. И то могут развести. Поэтому нужно точно знать, где берешь молоко. И доверять тому человеку, у которого его берешь. В магазинах это на сегодняшний день сделать невозможно. Все жители мегаполиса обречены на то, что они будут жрать отраву. Просто вот будут потреблять отраву и травить своих детей. И ничего с этим не сделаешь. Потому что под это заточена система безделия. Десятков миллионов людей, которые не хотят работать. Их приходится кормить этой хавкой. И они эту хавку жрут. И в зависимости от стоимости магазина, они платят или больше, или меньше. И утешают себя тем, что вот я задорого купил отраву, или задешево. Так, ну кому что? Кому глобус гурме, а кому пятерочка. А продукты одни и те, что в пятерочке, что в глобус гурме. Только упаковка разная. Кстати, начнем упаковке. А ученые тоже... Упаковка сама по себе трава пластиковая. Ее надо запрещать вообще к производственной территории страны. Не только с точки зрения продуктов, с точки зрения питья. Потому что нельзя пить, там бесинол выделяется при контакте с водой. А еще и потому, что во время пожаров эти пластиковые упаковки горят. А потом выводит диоксин, и вымирает огромное количество населения. Во время пожара в Москве погибло... В 17% смертность увеличилась. В Москве, по крайней мере. Не знаю, как в других местах. Но тоже, наверное, немало. Именно за счет диоксина от пластиковых упаковок. Это не меньшая проблема, чем продукты питания. Спасибо за это. Дмитрий Валерьевич, ответите, пожалуйста, все-таки по поводу молока. Вам был пример. Хотя, слушая Германа Львовича, я так понимаю, что молока в любом случае неустоящее. Потому что оно не скиснет, наверное. Ну, давайте. Вас просто провоцируют, пытаются пробить. Когда же у вас все-таки рука дрогнет, товар-то забрать. А он-то при чем? Ему был задан вопрос, о том, что он на качестве... Он-то просто у тебя имеет в большинстве хозяй, чтобы кормить своих детей. А те, кто не хочет, те и покупают это. Если и это не продавать, то вообще сгол не смог. Хорошо, пожалуйста, давайте выкинуть. Спасибо, надо сказать, что он чем-то торгует. Спасибо, Дмитрий, пожалуйста. К сожалению, проблема у нас немножко в другом. Что мы 8 лет убивали конкуренцию в торговом бизнесе. И вот то, что у нас на целый район... Кто мы-то? Мы это государство. Государственные думы. Я хочу вам представить молодых людей, которые подключаются к нам на другой линии. Это активисты общественной организации, я думаю, известные всем Хрюши против. Вот вы видите, какие замечательные. Григорий Зуре, Андрей Примов. Скажите, как вы действуете? Вы сначала запускаете невидимый анонимный десант. Вы выявляете продукты, а потом уже надеваете костюмы и приходите вставить акцию. Так скажите... А что толку-то, что приезжают эти Хрюши? Можете сказать? Нет, что от этого толку? Ну, будет заведено не 26 дел, а 268 дел. А какая разница-то? Потом будет 1285 дел. Нет, подождите. Здесь речь идет о том, что... Если вот эти Хрюши, надели на себя свинячьи морды, ничего не делают, ходят по магазинам и устраивают скандалы. Вы бы ехали, молодежь лучше доработали. Ну, Георгий Зуреевич, ну кто-то должен бороться. Это не борьба, это туфта полнейшая. Бессмысленная туфта. А жаловаться, дело свинячее. Надо трудиться. Герман Иванович, мы не только жалуемся. Жаловаться на плохую жизнь. Вот эти... Дайте ответить, Андрей. Герман Иванович, дайте ответить Андрею. Они жалуются, жалуются каждый день. А потом жрут и жрут все то, на что жалуются без конца. Можно я подключусь? Давайте все-таки... Давайте Андрей ответит сейчас, ответит. Жалобы это лишь последствия проверки магазина Хрюшами, да? Мы удостоверяем это в соответствии с законодательством. То, что вот такая проблема в этом магазине есть. На самом деле, когда вы придете в магазин, и вы пройдете весь этот магазин, и соберете там все просроченные продукты, и потом, когда бабушка с плохим зрением туда придет, и начнет выбирать себе продукт, она уже не купит его, потому что там были мы, и мы эти продукты в Галиле. От имени потребителей рядовых. Герман Львович, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Герман Львович, я как отец вообще переживаю за своих соотечественников. Ну что, Владимир, вы сегодня отец... Герман Львович, сегодня вы отец, а завтра будете дедушкой. И ваши внуки наверняка, вы же не будете их как в тюрьме держать вот на своих гектарах. Да, они захотят заниматься наукой. Герман Львович, причем у вас тюрьма плохая, потому что кормит плохо. А у меня нет, наверное, а я воля, у меня заборов нету. Вноши, лес, поля. Ну вы же не Владимир Львович, ну давайте поговорим. Это о Nemes, тюрьме вот с этими свинейскими гордами. Подождите, Герман Львович. Это само по себе, говорит, как воники ходят, а вы их почему по телевизору показываете. Герман Львович, подождите, секунду. Герман Львович, подождите, секунду. Можно к Хрюше вернуться? Ужас. Не показывайте их лишний раз. Страшные такие. Он виден. Они придуманы не для того, чтобы, понимаете, доставлять удовольствие вам. Они придуманы для того, чтобы раздражать. С ушами. На свиней это не похоже. Они свиней-то видали живых когда-нибудь. Это дискредитация свиней вообще. Называть вот это свиньями. Потому что сейчас выглядит совершенно иначе. Очень привлекательно. А это отталкивает. Геннадий Иванович, подождите. Дайте мне вопрос Андрея задать. Андрей, скажите, пожалуйста. Давайте поговорим по существу. Сейчас, сейчас, подождите. Давайте поговорим, как сделать нормальные поставки продуктов питания. Настоящих продуктов питания. Что для этого надо сделать в стране. Что надо изменить в мегаполисах. Как надо изменить финансовую систему. Как оградить крестьян от банков. И так далее, и так далее. Вот давайте по существу поговорим. Как накормить людей нормально. Ну что мы говорим про каких-то хрюш, которые увольняют продавцов. Ну это вообще маразм. Подождите, я только Дмитрию Валерьевичу задам вопрос. Как человек, у которого есть в магазине. Дмитрий Валерьевич, а вот если бы эти ребята к вам пришли. Ваши действия. И нашли бы. Чего нашли бы? Ничего бы они не нашли бы. Просроченные товары. Нашли беспорядок. Непорядок. Нарушение закона. Ваши действия. Вы бы сказали, ребят, спасибо за бдительность. Или вы бы сказали, пошли вон отсюда. Вот ваши действия. Ну, во-первых, надо понимать, что мы уже с этими коллегами встречались. И нельзя соблюдать закон, нарушая закон. А что они нарушают? Значит, съемка в частном заведении требует разрешения. Это раз. Послушайте, а у вас что, военный завод оборонный? Неважно, это моя частная собственность. Минуточку. Это публи... Это не только люди, понимаете? У вас есть договор с городом о показании услуг населения. У меня нет договора с городом, это моя частная собственность. Стоп. Либо вы соблюдаете закон, либо господа на выход. Либо вы соблюдаете закон, либо не продавайте просветку. А вот это второе. И она умрет не от плакет продуктов питания от испуга. Старый человек оборачивается, перед ней такое демонище стоит. Об этом кто-нибудь думает, нет? А сейчас сколько людей со слабой психикой? И это еще молодежь тут изгаляется. Вы хотя бы без этих морд ходите. Вам зачем эти морды-то, чтобы там переписывать даты? Послушайте, вы меня поражаете. Вместо того, чтобы все-таки... Вам может не нравиться форма, цвет их костюма, размеры, еще что-то. Но это люди, которые стоят на защите наших с вами прав, понимаете? Наших прав. Да эти люди корежат психику нашим детям. Потому что если дети с детства видят вот такие морды, да еще говорят, эти морды занимаются хорошим делом, то из маленьких детей вырастают уроды, понимаете? Это калечит психику детей. Это дороже всяких там здоровья от продуктов питания. Я согласна с господином Стерлиговым, который предлагает конструктивно говорить о государственном устройстве, о том, чтобы в конце концов его внуки могли вернуться в города, где они могут есть такую же пищу, к которой привыкли там, в лесу. Давайте говорить. Ну, наверное, вот, да, вот, прорекламировали, минуточку, действительно прорекламировали народный контроль, перед теми выборами был народный контроль, и перед этими он возник. Все замечательно. Какими-то теми выборами? Да, так давайте вернемся. Господин Стерлигов, наверняка у вас есть свои предложения. Я готов изложить программу возврату к нормальным продуктам питания. Ну, хоть какие-то тезисы, вот давайте услышим. Первый пункт программы – это расселение мегаполисов. Расселение мегаполисов означает расселение большей части вот этих муравейников, которые всосали в себя со всей территории страны, не только у нас. Ну, сейчас говорим о России. Огромное большинство населения всосало каким образом? Показывали с детства детям красивую жизнь. И дети, когда подрастали, из деревьи не уезжали. И сейчас набились битком в города. Вот эту ситуацию нужно менять с точностью до наоборот. Надо теперь выплевывать население из городов, потому что жрать нечего. То есть, может, только есть отраву, которую мы поставляем в основном из-за рубежа. Ну, подождите, мы же... И нас, в общем, как крыс просто тралят. Германович, Германович, но мы же обсуждаем сегодня... Я прошу прощения. О чем тело сегодня? Прошу прощения. Минуточку. Я сразу хочу сказать, что мы сегодня обсуждаем не только жизнь мегаполисов. Такая же ситуация с магазинами складывается... А что, в поселках каких-то у нас и маленьких городках, что замечательные продукты? Никаких поселков уже толком нет. А люди близко живут к коровам. Если вы выиграла, выезжаешь за несколько десятков километров даже от Москвы, и там мертвые деревни, там только дачники бывают. Поэтому все поселки, это как маленькие резервации от мегаполисов. Потому что там люди тоже не работают. А дурака валяют в основном. Кто спился? А кто в города подался? Одно из двух. Нам нужна та часть неспившегося населения, которая сейчас пропадает от безделья в городах, им нужно давать землю бесплатно, тех, кто хочет переехать, технику бесплатно, скотину бесплатно, безо всяких кредитов, безвозмездно, но без права продажи, чтобы они не спекулировали этим. И пускай работают. Кто будет работать хорошо, тому добавить земли. Кто не будет работать, ну того забрать, если он не возделывает землю. И вот с таким подходом начинать опять заселять наши пустующие прерии, как когда-то на Диком Западе. У нас сейчас там даже индейцы уже есть. Хорошо, хорошо. То есть это очень увлекательно для молодых людей, вместо того, чтобы наряжаться свиньями, осваивать бескрайние российские просторы, нарезать себе огромные десятки мегаполисов. Если позволите, Ернольч, две короткие ремарки. Подождите, сейчас зайдем на рекламу, потом дам. Тема о том, что надо исключить нормальные продукты с питанием и большинство населения. Я тоже громко говорю, что вы. А это можно сделать только для поведения миллионов крестьянских хозяй. Подождите, подождите. Во-первых, я хочу сказать спасибо огромное ребятам, которые пришли. Хочу еще презентировать один вопрос с форума, уже в данном случае к тому, что вы сказали. Мы-то все поедем в деревню коровом, просто потому, что нас в магазине, как вы говорите, всякой гадостью кормят. А зачем нам тогда государство вообще? Вот кто-нибудь с этими магазинами там может прийти? Чтобы оно безпечало безопасность тех, кто живет в селе. После рекламы. Так, возвращаемся в эфир. Я понимаю, что мы начали здесь какую-то глобальную вообще уже... Тема обустройства государства. И, значит, простим всем журокам... Обустройство государства означает накормить людей нормальными продуктами, настоящими. Это никакая там невысокая тема. Это очень простая тема. Геннольч... Вы поймите правильно. Я вас прошу. Вот буквально одну секунду дайте мне. Давайте. Вот смотрите. До тех пор, пока у нас существует принцип банковского кредита в крестьянском деле, до тех пор вы будете есть отраву, и детки ваши будут есть отраву. Потому что любой тогда крестьянин, или как их сейчас называют фермеры, они заинтересованы как можно быстрее произвести как можно дешевую продукцию и продать его как можно более дорого. Чтобы расплатиться с банком, со своим страшным хозяином. А для того, чтобы выйти из этой порочной ситуации, нужно вводить золотую валюту и серебряные деньги. Для того, чтобы уйти от бумажных денег. То, что буквально сегодня делают в США, в Южной Каролине, господин губернатор Марк Стэнфорд. Вот сегодня буквально в парламенте рассматривается вопрос о переходе на золотые и серебряные деньги в расчетах штата. Именно для того, чтобы поднять сельское хозяйство штата. Для того, чтобы крестьяне перестали быть зависимы от банков, от этих всех дармоедов, проживающих в городах. Для того, чтобы они растили нормальную продукцию, а излишки продавали. А то, что вырастили, кормили своих детей настоящими продуктами. И вот тогда много будет крестьян, им не надо будет работать на банке, тогда будет много настоящих продуктов для вас и для ваших детей. Все это отлично, но Герман Львович, я только если позвольте замечу, что пока все это произойдет, пройдут годы, и эти годы, нам надо уже сегодня что-то есть. И желательно, чтобы в магазинах все-то было в порядке, понимаете? Вот и все. Я вам говорю, у меня сейчас достаточно продуктов, вот допустим, на тех, кто присутствует в студии. Тех, кто хочет заняться реально крестьянским хозяйством. Я всех приглашаю к себе, огромные пустующие земли Центральной России в распоряжении несчастных городских жителей. Дельмойч, мы будем брать земли самозахватом, если потребуется, если будет много желающих. Дельмойч, ээ... Да, и это будет на благо нашему государству, на благо Государственной Думы и лично Владимиру Владимировичу Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Очень хорошо. Такого, несмотря на все свои деньги и возможности, едят такую же отраву, их обманывают, их поставщики в управлении делами. И поставляют им такую же ерунду, которая продается в магазинах. Здесь, кстати, предлагают... Потому что технологии те же самые. Дельмойч, здесь предлагают президента на форуме сделать председателем общества Союза потребителей, и тогда, детская с нас, порядок будет. Но вы меня сбили к мысли. Вы меня... Так, подождите. Да я вас, наоборот, наставил на нормальную мысль. И вот по этому руслу и надо двигаться. И тогда наши дети и наши внуки будут жить счастливой, здоровой, небольшой, кстати говоря, России. Я вспомнила, что я хотела спросить, маленькая ремарка, маленькая ремарка, Герман Ильич, простите, пожалуйста, а вашу продукцию, которую вы готовы обеспечить теоретически пока вот теми, те, кто присутствует в студии, себе какие люди могут позволить? В Рублевке, на Рублевке, в Госдуме? Есть два варианта. Либо, я понял вопрос, есть два варианта. Либо это очень богатый человек, и у него есть деньги, либо это бедный человек, он может приехать к нам работать. Причем даже пожилой человек, мы и на пенсионеров работу найдем, и для детей работу найдем. И они будут получать это все бесплатно, только будут трудиться, понимаете? То есть, либо работай, либо бабла плати много. Если уже наворовал много, можешь деньгами рассчитать, если не успел наворовать, тогда уже... Я представляю, сколько заявок от пенсионеров получит господин Стерлигов. Хорошо, я смеюсь заметить, что все-таки мы все учились, и выбрали себе работу, по душе, еще что-то, не для того, чтобы за каких-то там воров в торговой сети бросать все на свет и ехать в гребень. Ну, извините, давайте... Учились не на того, на кого надо, это все пустое занятие. Понимаете, у нас много юристов, аферистов, там, бухгалтеров и артистов, понимаете? Слишком много, перебор. Надо еще кому-то их кормить. А с учеными, с учеными что будем делать? Давайте ее будем делать, с учеными. Меньше там политиков, меньше государственной думы и обслуживающей их там народу. Все нужно меньше, минимизировать. Подождите, подождите. И я призываю, к примеру, Собянина и Бабкина, которые возглавляют партию дела. Потому что вот они идут тем путем, которым мы сейчас говорим. То есть, они хотят снизить количество людей, которые не работают. Хорошо. И дать им работу, реальный труд. И счастливое детство для их детей. Сергей Иванович, вы ощущаете, что вы нас все улюбили. Значит, в ближайшие годы мы все поедем в деревню. Но я все-таки настаиваю, пока вы не поехали в деревню, давайте мы дадим советы зрителям. Приезжайте ко мне. Нам нужны такие решительные женщины и мыслящие. Хорошо. Но сначала все-таки научим людям не поддаваться на обман. Так, пока у меня не пропал голос сегодня. Я все-таки... Это тоже придумали проклятые ученые, я вам скажу. Это же все они, сволочи, придумывают. Они нас травят. Нет, подожди. Потом это безвизменные политики только используют. Подожди. А травят-то ученые собаки. Да? Это они придумали. Слушайте, все собаки. Может, космонавты вам не годятся? И это, кстати говоря, без этого невозможно ничего вообще наладить, если не запретить эти проклятые исследования в области генной модификации и прочей ерунды, о которой сейчас рассказывали. Это должно быть запрещено. Погачок вам как раз рассказывает, что это плохо. Вы как будто он открыл. Подождите, дайте... Правильно. А я говорю, кто это придумал. Это они и придумали ученые. Герман Львович, Герман Львович. А потом рассказывают, как это плохо. Слушайте, дайте мне поговорить с Герман Львовичем Потапенко. Он уже бедный сидит там и смеется, и скоро плакать почти. Он не отказывается от Берема. Смотрите, у меня есть несколько сообщений на форуме, я хочу все-таки попросить вас дать комментарий. Элементарный пример. Что делают магазины, да? Известно, масло должно храниться в морозилке, минус 12, а спокойно продается в мягком состоянии, на прилавке лежит плюс 6. Да, вот у детей с продуктом просто температурный режим. Герман Львович, давайте сразу напомним, что, значит, были проверки Роспорядонадзора и всего на свете, а потом начали говорить, что не надо кошмарить бизнес. Варианты кошмаривания бизнеса, конечно, они огромные, не только в торговле. Не надо кошмарить бизнес, но и в странице потребителя. В одной крайности в другую. Да, но выяснилось, что чтобы не кошмарить бизнес, мы сняли вообще все проверки, и мы развязали руки мошенникам. Что произойдет от того, что наконец исчезнут с этих полок продукты просроченные? Все равно это все останется отравой. Генномодифицированной, химической и домодальной отравой. Герман Львович, дай все равно. Это все равно, знаете, как анекдот про Вовочку, говорят, что это там Вовочка с Машенькой делают? Да они говорят, колется в огороде. А, ну, лишь бы не курили. Вот это из-за этой оперы. Там борются с какой-то ерундой. А главное, об этом даже не обсуждайте. Герман Львович, давайте посмотрим так. Я, конечно, поблагодарю Семена Данилова, активиста движения наших, которая была по телефону. И придем какую-то на рекламу сказать, что, конечно, вы лидируете по вниманию нашего форума. Кто-то просит дать вам валерьянки, честно скажу. Кто-то называет вас романтиком, а кто-то говорит, что Стерлигов прав. Давайте говорить по существу. А работники никто не занимается. Все, давайте поздравляем рекламную паузу. Дорогойки, пока нет. Сделаем рекламную паузу и продолжим через несколько минут, пожалуйста. Возвращаемся в эфир. Время сейчас побежит, предупрежая всех, очень быстро, как всегда бывает, чем ближе к финалу. Юшкар Алла пишет. Мы уже запутались. Что вы обсуждаете? Деревню Стерлигово, куда он всех зовет? Или, значит, преступление, которое совершают прогнозцы, перебивает дату? В Советском Союзе еще не до конца успели убить деревню. Этим занималась уже Россия, так называемая. То есть вы согласны, что в Советское время все-таки лучше было дело? Да? Вот согласны? Нет, дело не в этом. Просто все катилось вот так вот, катилось вниз. И чем дальше, тем ниже катилось. В Советском Союзе тот же самый вектор был уничтожения деревни, что и в Российское время. Нет, меня интересует существование качества продуктов. Потому что для того, чтобы возродить деревню, надо переориентировать с городского образа жизни миллиона людей на сельский. А для этого нужно делать комплекс мер, государственных мер. Это никак не обойдешься какими-то добрыми пожеланиями. Для этого нужно менять финансовую систему. Для этого нужно отменять, вернее, систему оформления земли, которую невозможно пройти вообще, ничего оформить. Для этого нужно давать землю бесплатно. Нет, подождите, Дмитрий Владимирович, у нас все-таки сегодня тема не обсудения будущей деревни в России. На создание крестьянских хозяйств за счет горожан. А мошенников меньше не станет. Вы согласны, что есть блока? Станет. Чем меньше народу в городе, тем меньше проб. Слушайте, да они все уедут и к вам в деревню. Зачем вам это надо? Во-первых, не все уедут. Все вот типа вас наверняка останутся, понимаете? А большинство должно понять, что они не хотят. Это мошенники типа меня останутся. Что они тесняться здесь, бедные? Мы уже... Вот не проехать, не пройти в городе. Город совершенно не приспособлен стал для жизни. Он перенаселен. Это очевидно для всех. Все, все. Для того, что город селит, надо давать людям... Подождите, давайте не будем говорить про будущую деревню. Это все-таки только зацикливаться на этом, потому что это большая тема. Я хочу понять, Галина Ивановна, что было в советское время такого, что убито было в новое время, и что, представляете, может быть, во многом спривоцирует ситуацию, которая есть в этой стране. Я думаю, что сегодня убита совесть. Вот в первую очередь. Слушайте, но это такая непонятная материя, чтобы... Это стала она непонятной. Она очень понятная. Совесть не так же понадобится, к сожалению. Совесть убитая, это от того, что люди стали безбожниками. Это действительно другая тема. Слушай, да, они были в советское время безбожниками. Ну, чтобы забыли, что... На сегодняшний день у меня больше, как потребителя, да, и как защитника потребителя. Больше волнует проблема. Не то, что потребитель может сам посмотреть на дату, минуточку. Я не следовала. Не та ситуация, а то, что мы потребители можем проверить. Вот у меня даже внучка 11 лет, она уже тщательно смотрит дата изготовления, дата продажи, срок годности. А то, что мы проверить не можем потребители. Вот здесь нужна серьезная государственная программа и защита потребителей. Чтобы то, что было на этикетке... А на этикетке обязательно быть право. Где программа, Галина Ивановна, и где конкретно... Не красиво, душе законы и исполнение законов. Красиво с вашей точки зрения деревни. Я с вами согласна. Скоро к вам... Да сейчас надо начинать... Да, но давайте начнем наводить порядок в городе. В городе, давайте наведем порядок. Какой порядок в городе можно навести, если большинство населения страны живет в городе? Работать-то кто будет? Для того, чтобы было что жрать, тем, кто живет в городе. Надо, чтобы городе поменьше жило, а побольше, чтобы работало, понимаете? Это же дураку понятно. Потому что как же, где же продукты-то брать? Проблема в том... В городе из завода, где производят станки, и вы травите свою внучку. А она, маленькая дурочка, смотрит, когда произведена эта отрава на упаковке. Да какая разница, когда она произведена, если это отрава? И отвлекают внимание населения на то, что не просрочено, или это отрава. Да это все отрава. А для того, чтобы не отрава была, нужно работать. И чтобы внучка ваша трудовое воспитание имела. А не сидела перед компьютером и не эти борщики смотрела. Я понимаю, ваш праведный гнев, и вы на эту... Да жалко внучку. Да понятно, внучку. Вот, слава богу, что ваши дети там живут по тем принципам, которые вы формулируете. Я просто считаю, что учебные должны заниматься наукой. А балерины должны выступать в театре. Понимаете, врачи должны... Да балерины надо пахать заставлять, а не в театре заниматься. Так же, кто занимается своим делом. Там с голыми задницами прыгают, расслевают детишек только. И люди, которые... Твари, позорить, что я всегда называл, ты не хранили на кладбище. Заграды всегда хранили эти докладки. Я не понимаю, господин Стерлигов, вы сегодня... Ну приводите, понимаете, свиней каких-то, то балерин... Я только услышала положительные отзывы о Медведеве, да, о нашем президенте. И о Путине. Да, все, остальные все просто вот... Просто стадо баранов и пудельцев. Давайте мы вот эту тему немножко... Когда они там учаются? Потому что никто работать не хочет, только все жалуются, что плохо живут. Да идите работайте, живите нормально. Так, ритуальная пауза, коротко, приготовьте все, у всех будет по полминуты. И выключите микрофон у Стерлигова. У меня нет больше голоса, через полминуты вернемся. Так, возвращаемся. Если позвольте, я хочу, как можно сквозь экрана, там, поносу дать одному абоненту из Пскова, который здесь пишет. Вы знаете, это выражение, это лексическое, как бы, оформление вашего речи просто недопустимо. Недопустимо, будете повторять, значит, удалим писать совсем. Интересно, Герману Стерлигову уже, Сергей Рудаков из Петербурга интересуется вашим адресом, готовы собирать чемоданы. 728-15-30 телефон, пусть звонит, собирает чемоданы. 728-15-30, вы рискуете, давай, свой телефон. Хорошо, здесь, правда, вспоминают цитату из Пиковой дамы. Герман сошел с ума сеять в Абуховской больнице в 17-м номере, повторяю, трое к себе. Не обижайтесь, это цитата. Смотрите, значит так, как вы относитесь к тому, Галина Ивановна, всем короткое слово. Начали с перебитых ценников, закончили обустройством России. Вот, понимаете, по похожей теме, в которой мы никогда не говорили. Я рада, что мы все печемся об устройстве России. У нас сейчас монологи. Да. Я счастлива, что мы все задумались об устройстве России. Нет, понимаете, можно... Перебитыми ценниками надо бороться, надо справляться и с обсчетами, и с обвесами, и с накачанными курами. Но здесь должны государства и общественные организации быть заодно. Скажите, Дмитрий, здесь меня справедливо упрекает Георгий из Перми, что каждый раз смотрешь передачу, и вы как бы ругаете предпринимателей. Дмитрий, поймите меня правильно, я сегодня нападала на недобросовестных предпринимателей. Я спрашиваю, а как вы вообще выживаете, несчастные люди? Вот если можете за 30 секунд сказать, а как вы выживаете вообще? Вот во всем том, что мы сегодня обсуждали. Мы, в общем-то, и не выживаем. Предприниматель, в общем, вымирающий вид, поскольку, вот как человек, ведущий бизнесы в России и за рубежом, могу сказать, что, чтобы открыть магазин, это 33 контролирующих органа, 600 подзаконных актов. Веду бизнес в Чехии, проверки раз в 32 года. Я последние 5 лет не видел, не то, что там какой-то хрюши против, Вася за. Я не видел налогового инспектора своего, потому что я даже не знаю, кто является мэром Праги, хотя его, по-моему, уже дважды меняли. Поэтому, в общем, мне не нужно знать никого. Но это говорят, что жители, которые не знают действительно, как имя их мэра. Это правда, есть такое выражение. Но просто... Да, это именно так. Но скажите, коротко, если можно, Дмитрий, но все равно, согласитесь, что многое, что сегодня обсуждалось, но наши упреки справедливы по отношению к предпринимателю. Они, простите, вы знаете, мы, к сожалению, ничего сегодня не обсуждали справедливости ради. Мы не разбирались ни в источнике проблемы, ни почему это происходит, ни из-за чего, и никто виноват. Потому что, когда мы начали с проволоки, мы только частью поняли, что это все-таки не к ритейлу. Я поняла. А когда мы говорим о ценниках, то, простите, ценники не перебивают, перебивают, извините, этикетки на товаре. То есть мы смешались в кучу коней, людей и все, что угодно, и в итоге предприниматель козел. Нет, 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 вот давайте вот так вот, нет, вот такую точку я не хочу себе оставить. Спасибо, мы будем возвращаться к этому разговору. Очень коротко, два слова, Виктор Фридорихович. Виктор Фридорич, что вам еще надо, какие-то козыри, чтобы какие-то расширить действия или дополнения к законам, о которых вы так бодро говорили на чем? Несмотря на то, что я забыл тему сегодняшней программы уже, но при этом я абсолютно согласен с Галиной, что нам надо работать вместе и делать одно общее дело. Именно общественные организации и государства должны, по крайней мере, навести порядок в этой очень тяжелой отрасли. Я вам напомню тему сегодняшней программы. Тема сегодняшней программы это создание условий для создания миллионов крестьянских хозяйств через расселение мегаполисов, через создание неуносимых условий жизни для бездельников в огромных городах. Чтобы они быстрее создавали крестьянские хозяйства. Вот это реальная тема о продуктах питания, потому что продукты питания могут браться только из крестьянских хозяйств. А люди только из городов, потому что в деревнях всех уже убили. Геннадий Иванович, давайте мы с вами договоримся. Давайте мы оговорим тему, может быть, будущего городов или будущего деревни. Мы отдельно поговорим об этом, потому что действительно сегодня мы как-то все в одной теме. С удовольствием. Давайте. И надо обязательно выходить в золотой стандарт. Все, все, все. Всем до свидания. Я благодарю вас. Я благодарю. Спасибо огромное. До свидания. Завтра увидимся. Продолжение следует.